Малышей С праздником вас, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Интересно, конечно, как они все это воспримут, как они это все внимут, как они все это познают. Видно было по лицам, по взглядам, что кому-то интересно, кто-то уже понимает, что это ответственность определенная. Сейчас попробуем зайти в школу. Я не знаю, там уже вроде народ подрассосался, поменьше. И посмотрим, как у нас там обстановка состоит. Первые первые учебные классы распределили им классных руководителей. Привет, вон Семочка ходит мой ученик, каратист. Очень приятно видеть здесь своих учеников. Очень много их уже. В этом году, я думаю, еще там первоклашки придут. Начнем новый учебный тренировочный процесс. Ох, людей, это надо же не пройти, наверное, не проехать. И есть ли смысл нам туда идти? Попробую попасть к Лидии Андреевне, директору. Хочу взять у нее пару слов, нескольким нашим заместителям. Надеюсь, тоже что-то скажет приятное. И на Лаврентина с хорошим настроением. Вот так вот у нас тут весело. Добрый день, мои подписчики. Добрый день, зрители. 1 сентября. С праздником всех. И это обращение, наверное, у меня больше посвящено родителям. Я бы хотел, чтобы на некоторых вещах вы задумались и поняли, что ни один тренер, ни один учитель не сможет воспитать вашего ребенка лучше, чем вы сами. Итак, уважаемые родители, хочу напомнить вам, что именно дома дети учатся таким азам, как пунктуальность, честность, хорошее отношение к окружающим, уважение к старшим и учителям, уметь не обижаться на неудачу, не мстить за проигрыш, не завидовать другим, а также радоваться успехам других людей. Это тоже закладывается в семье. Пожалуйста, не надейтесь на то, что ваш провал в воспитании восполнит тренер или учитель. Если ваш ребенок занимается 4 часа в неделю спортом, то в семье он находится круглосуточно. И ваш пример очень важен в воспитании. На тренировках мы моделируем ситуации, с которыми ребенок может столкнуться в жизни. На турнирах и тренировках мы видим заложенный вами пласт отношения к жизни и окружению. Конечно, мы пытаемся корректировать детей, но без вас наши усилия утонут в жизненном укладе семьи. Если в семье не учат терпеть, преодолевать, идти до конца, не лениться, уметь договариваться, радоваться чужим успехам. Только вместе мы сможем повлиять на воспитание детей и радоваться их достижениям. Для нас важно, чтобы ребенок понял себя, как он изучает себя, как он реагирует на проблемы. Мы всегда гордимся его ростом и достижением в спорте. В итоге закладывается отношение детей к жизни и решению проблем, с которыми он столкнется рано или поздно. В наших фото в соцсетях вы не обнаружите своего ребенка в модных местах, с модными гаджетами или отдыхающих в спортивных лагерях. Вы увидите их потными, иногда плачущими, удивленными, расстроенными, радостными, преодолевающими свои страхи и сильными прежде всего. Но мы будем их учить быть не только сильными, но и думающими. А для этого нам необходимо ваше понимание и поддержка. Поэтому, родители, еще раз обращаюсь к вам. Не забывайте, что самому ценному можете научить именно вы. Мы, тренера и учителя, вам в этом буду всегда помогать. С уважением. Мячеров Вячеслав. Всего доброго. Пока-пока.